Здравствуйте, уважаемые друзья! У меня в гостях Игорь Рейдман. Игорь, здравствуйте! Здравствуйте! Игорь, сейчас на временно оккупированных территориях Украины проводится фейковое референдум, абсолютно непризнанное, незаконное, абсурдное, не только по форме, но и по существу. Как вы считаете, можем ли мы говорить о том, что отношение на Западе к происходящему на фоне проведения этих незаконных референдумов может качественно измениться по отношению к режиму Путина? Может ли оно ужесточиться? Может ли Запад пойти, скажем так, на более радикальные меры в адрес режима диктатора Владимира Путина? Я бы сказал, что да, конечно, что называется, ужесточить отношение к этому режиму можно и нужно, но не референдумы являются для этого такой отправной точкой. Отправной точкой может явиться почти неизбежная аннексия оккупированных украинских территорий со стороны России. То есть сами референдумы по большому счету, ну что это? Ну это цирк такой с конями, никто серьезно к этому не относится. А вот то, что будет 30-го числа, да, ожидается, по крайней мере, выступление Путина, что, значит, это теперь украинские территории, это оказывается Россия, и, значит, отступать нам некуда, и позади, значит, родная русская земля в Херсонщине, ну и полный бред очередной. Естественно, что, конечно, реакции будет на это, и, естественно, что это еще будет утверждено и российским парламентом марионеточным, эти голосования в Гудуме и Совете Федерации, это примерно такая же профанация и цирк, как и сами эти референдумы. И вот после этого, когда власти заявят, что теперь это их территория, будет опять целый, я думаю, цикл, целая серия довольно жестких санкций против России, против путинского режима. Почему? Потому что это будет грубейшее нарушение норм международного права, очередное. Но, скажем так, вот конфликт, да, то есть война, это все воспринимается, безусловно, очень плохо на Западе, да, это захватческие действия российской армии, там, преступления против человечества и прочее, прочее. Но особенно, особенно в наше время, времена, по крайней мере, уже поствоенной, после Второй мировой войны, всегда болезненно международная общественность реагировала на попытки перекраивания границ и на попытки аннексии чужих территорий. Никакие аннексионистские действия за это время, в факте, в Европе, кроме вот этих попыток России захватить украинские земли, места не имели. Почему? Потому что любое такое действие вызвало бы просто массированную реакцию мирового сообщества, западных стран, НАТО и так далее. Даже вот любят вспоминать, значит, такие руссопатриоты, значит, ситуацию в бывшей Югославии. Мол, ну вот в бывшей Югославии тоже перекраивали границы. Но в той же бывшей Югославии никаких аннексий как раз не было. Косово, Албания не аннексировала Косово. Косово, наряду с другими административно-территориальными образованиями бывшей Югославии, бывшей Социалистической Федеративной Республики Югославия, просто вышла из ее состава, по большому счету. Как в свое время распал СССР, из его состава вышла та же Украина. Никто после Второй мировой войны в цивилизованном мире не аннексировал чужие территории, не захватывал чужие территории и не объявлял их своими. Понимаете, это беспрецедентный совершенно шаг, который в очередной раз и еще более масштабно, чем в случае Крыма собирается предпринять Путин. И ответ, я думаю, будет сокрушительный. Шаг со стороны, прежде всего, западных стран, но и мирового сообщества в целом. Игорь, вот смотрите, сейчас на фоне решения Владимира Путина о проведении частичной мобилизации, которая является по существу решением о мобилизации как таковой, резко россияне побежали из России. Мы видим вот эти столкотворения на границах, возросшие стоимость билетов на перелеты, на провоз автобусным транспортом и так далее. И совсем небольшие митинги в основном в кавказских республиках. Почему, на ваш взгляд, россияне совсем не протестуют, учитывая то, что их Путин фактически готов отправить на убой? Ну, я, во-первых, не сказал, что это небольшие митинги. В Дагестане, по крайней мере, довольно серьезные волнения. И в Махачкале, и в Хасафьюрте, и в других местах. Там российская гвардия фактически подавляет с помощью... Но это Кавказ. Да, вот в Кавказ. Очень сильно там протестуют. Там настоящее столкновение с полицией, с Росгвардией, включая выстрелы, пока, правда, не в воздух, но уже если сочевый газ спускает и так далее, и так далее. Значит, в российских городах, в российских регионах ситуация, скажем так, для власти более спокойная. Но, тем не менее, за последние два дня выходило несколько тысяч человек, как минимум, в крупных российских городах. Прежде всего, в Москве и Санкт-Петербурге около двух тысяч было задержано. То есть, скажем, потом происходят постоянные нападения на военкоматы. Подожжено, уже начинается объявление мобилизации, уже больше десяти военкоматов подожжено коктейлями молотого в разных российских городах. Проводятся также и другие акции прямого действия, включая, например, убийство военкома в Устилимске, когда человек пришел, значит, на мобилизацию и сделал единственное, что, видимо, в его ситуации оставалось. Чем идти и становиться преступником, и идти на убой в Украину, он предпочел уничтожить человека, который пытался, видимо, его таким образом забрать, убил военком. То есть, я просто назвал те вещи, которые у меня первые в голову попали. Но есть телеграм-каналы российские, тот же Роспартизан и другие, они описывают вот эти акции прямого действия, там каждый день длиннющий список. То есть сказать, что страна как бы совсем безмолвствует, я бы не сказал. Но, конечно, надо признать здесь, очевидно это, что все-таки основное сопротивление россияне оказывается пассивное. То есть голосуют ногами, голосуют ногами, убегают, прячутся, пытаются как-то откосить и так далее. Есть и немало, их даже, я думаю, большинство людей, которые безропотно по этим повесткам идут. Вот еще надо сказать, что они хитро сделали, и призыв идет везде, но в процентном отношении в крупных городах, в Москве, в Петербурге, забирают и рассылают повестки гораздо меньшего процента людей, чем в регионах. И, кстати, эта ловушка с Дагестаном сработала, потому что в Дагестане тоже собираются грести всех подряд, поэтому Дагестан и выставил. Бурятии тоже гребут всех подряд, например, и в Бурятии тоже есть акции протеста, но Бурятии, видимо, не такие, что ли, активные, как дагестанцы, и многие убегают, и в Монголии тоже там, тоже забита граница, но пока вроде там ситуация под контролем. В Якутии тоже были протесты довольно массовые, в Якутске, то есть началось все с такого культурного мероприятия, которое власти даже одобрили, связанного с отправкой людей в армию, там народный обряд какой-то был, а потом женщины начали окричать «Долой вашу войну, долой вашей мобилизации», в таком духе «Верните наших мужей». То есть как бы недовольство-то есть, оно просто глухое недовольство, недовольство, оно там скипает на дне пока этой большой российской кастрюли, в которой варится множество людей, народов, регионов и прочего. Пока это все на дне, но тем не менее пар уже идет, и давление будет все время усиливаться, я думаю. И, конечно же, когда придут первые покоронки мобилизованных, и придут массово, когда люди начнут возвращаться инвалидами с этой войны, когда люди уже сейчас, идет процесс, рассказывают своим родственникам, оставшимся в стране, о том, что их посылают воевать без всякой подготовки, с ржавыми автоматами, заставляют покупать самим лекарства и прочее, прочее. То есть вот это тоже будет вызывать недовольство. То есть недовольство, пока идет эта война, пока идет эта мобилизация, недовольство будет, конечно, расти неизбежно совершенно. Знаете, одна из особенностей Владимира Путина, то, что он очень часто делает то, что говорит. Конечно, он, естественно, делает не все то, что он говорит, потому что он часто говорит противоречивые вещи. Но тем не менее, мы помним эту Юльскую статью прошлого года, где фактически он впервые выразил откровенную претензию на оккупацию части украинских территорий. Мы помним, или о других его заявлений. И вот он заявил о возможном применении ядерного оружия, что, мол, не дрогнет рука для защиты российской территории и призвал Запада остановить помощь Украине. Понятно, что никто не остановится помощью Украине, с тем, кто помогает Украине, а те, кто и не хотел помогать, и помогать не будут. Вопрос в вероятности такого сценария. Все-таки очевидно, что дедушка уже чуть-чуть тронулся. И в какой, скажем так, видите ли вы реальную перспективу использования критического ядерного оружия против Украины? Ну, то, что дедушка тронулся, и не чуть-чуть, а капитально, это совершенно очевидно. Поэтому нельзя прогнозировать действия сумасшедшего. Можно прогнозировать действия разумного человека, более-менее рационального. Даже рационального преступника можно прогнозировать действия. А если человек сошел с ума, то он может выкинуть любой колец. Другое дело, что, к счастью, он не один все-таки. То есть там, да, в Кремле есть массовый психоз. Очевидно, что вслед за Путиным сошел с ума или у него алкогольный какой-то психоз Дмитрий Анатольевич Медведев. Но я все-таки думаю, что большинство там все-таки рационально, более-менее, соображает своих интересов. И, условно, какой-нибудь Патрушев не для того сделал своего сынка министром и делает ему карьеру еще с претензией на то, что, может, он его даже попытается сделать президентом. Он не для того это делает, чтобы вместе с сынком сгореть в ядерном огне. Потому что совершенно понятно, что если Россия применит тактическое оружие в Украине, это приведет к войне России и Западной. То есть сначала конвенциональный, и об этом прямой говорят и американцы, что они тогда ударят конвенциональным оружием по российским вооруженным силам, по крайней мере тем, которые в Украине и около того же Черноморского флота. Дальше, значит, Россия, естественно, должна тоже как-то реагировать. Конвенциональным оружием она отбиваться не может от Запада. Это понятно, тут силы не равны. Я думаю, что она элементарно даже... Вот если бы была новая российско-польская война конвенциональная, они бы даже полякам проиграли. Я уже не говорю про все НАТО, включая США. Они бы проиграли конкретно даже полякам. Потому что у поляков, в отличие от украинцев, есть современные самолеты, есть современные танки и так далее, ракеты и прочее, прочее. Так что это просто абсурд. Им придется тоже применять это ядерное оружие, потому что, в любом случае, конвенциональной войне перемолят там течение двух недель. Значит, что дальше? Что дальше? Ядерная война, да? Возможно ли? Я единственное, что надеюсь, как я уже сказал, что там не все подходили с ума. А если безумец потянется к красной кнопке, его свои же остановят и просто ликвидируют. Я даже уже представлял это много раз и рассказывал об этом. Что будет, когда они все-таки с ним рано или поздно расправятся с сумасшедшим. Они его прямым текстом объявят сумасшедшим. Скажут, как в свое время Хрущев сделал со Сталином. Хрущев на 20-м съезде реальный и главный месседж был, что Сталин в конце жизни просто уже повернулся. И чтобы не брать ответственность на себя и не брать ответственность на систему. То есть ни мы, ни система не виноваты. А что делать? Ну, сошел с ума, человек бывает. Примерно так же будут рассказывать путинские, значит, нынешние клевреты, когда его скинут, убьют, там, не знаю, ликвидируют как-то. Я, причем, вижу даже вот как бы будущую хунту, состав будущей хунты уже более-менее понятен. Во-первых, это те политики, которые хватило мозгов постараться не сильно замараться в этой войне. Это, прежде всего, Собянин, который Москву от этой войны как-то пытался оградить до последнего, вплоть до этой мобилизации. Значит, и Собянин Мишустин, который тоже старался в это все не лезть, премьер-министр. И, вполне вероятно, председатель Совета Безопасности Патруша. Почему? Не председатель, я оговорился, а секретарь Совета Безопасности Патруша, председатель Путин формально, заместитель Медведева. Почему? Потому что без силовиков никакой Собянин, никакой Мишустин ничего сделать не смогут. А среди силовиков самая крутая фигура – это Патруша, потому что остальные, даже имея какие-то позиции в своих ведомствах, они все равно не контролируют всю ситуацию. А САСБЕС включает всех силовиков и проще всего, условно, как раньше, как в свое время, в 43-м году, на Муссолини отстранили от власти на заседании Большого фашистского совета. Его же единомышленники, те, кто вместе с ним пришли к этой же самой власти, включая даже его зятя, который был женат на его дочери, Чиана, министра иностранных дел фашистской талии, все они проголосовали за отстранение его от власти. Почему? Потому что американцы уже оккупировали Сицилию и шли вперед. Поэтому они ничего, плюнули на свои идеологии и отстранили от власти. Муссолини, правда, потом спасла нацистская Германия, Скорцеги его спас из заключения, он в отеле там в горах находился, а он его выкрал. Потом была история из республики Сало, но это неважно. Главное, что вот Большой фашистский совет в 43-м году проголосовал за это. Я думаю, также Совет Безопасности, я вижу эту ситуацию, вполне вероятно, в какой-то момент, когда Путин уже будет или в клетке, или убит, соберется, значит, все выступят и, знаете, с трещиной такой в голосе, начнут говорить, как их Путин обманывал сумасшедший. Мы же не голосовали за войну с Украиной, мы голосовали только за признание ДНР и ЛНР. Ведь действительно, когда было вот это заседание знаменитого Сарбеза перед началом войны, они говорили именно о признании независимости только ЛНР и ДНР, так называемых, а не о войне. Мы там не знали, а он сумасшедший, потерял полностью адекватность и все такое, поссорил с братским народом, сколько людей погибло. И главное его будет обвинять в том, что если бы мы его не устранили, он уже был готов начать ядерную войну, и мы спасли мир от ядерной катастрофы. Чтобы такое обращение будет к Западу. Но неужели вы будете нас наказывать? Неужели вы нас потащите в Гагу? Мы спасли мир, мы спасли всех от ядерной катастрофы. Вот такой вариант вполне возможен. Я не говорю, что на 100% волну возможен. Но, скажем так, его вероятность никак не ниже, чем вероятность ядерной войны. Я надеюсь, даже выше. Игорь, последний вопрос вам задам. Вот смотрите, сейчас очень популярно вспоминать Владимира Жириновского, его, так сказать, прогнозы. Но понятно, что это были не его прогнозы в стиле Ванги. Это было то, что он услышал в кулаках Кремля. То же самое касается Зюганова, когда он неделю назад заговорил о мобилизации в Государственной Думе. Его потом в администрации президента отдернули. Но понятно, что он это взял не с пустого места. Он слышал эти разговоры, он поспешил поприкать Кио Пекла, как говорят, чтобы себя показать неким таким гласшатаем. Возможно, мобилизация. Но человек, который когда-то был политиком, он все-таки тяготеет иногда каким-то политическим жестом. Смотрите, Дмитрий Медведев, о котором вы сегодня вспомнили, человек, который явно страдает алкогольной серьезной зависимостью, и можно только посочувствовать ему в этом. Он заявил следующее. Он заявил следующее, что сегодня как раз в посте в Телеграме о том, что Запад не вступится за Украину в случае применения тактического ядерного оружия. И более того, он сказал, что Россия имеет, скажем так, право на применение ядерного оружия. Как вы относитесь, собственно, к тому, о чем говорит Медведев, в частности, о том, что Запад... Точнее, как вы относитесь к вот этой мысли, которая звучит в Медведев, что Запад вряд ли вступится за Украину при условии применения ядерного оружия России? Естественно, я понимаю, что Запад вступится за Украину, но тот факт, что Медведев излучает подобный тезис. Не кажется ли вам, что в Кремле всерьез уверены в том, что им за ядерное оружие, за его применение ничего не прилетит, а следовательно, риски применения ядерного оружия, они возрастают? Как вы относитесь к этой мыслим Медведева? Может быть, действительно, там уверены в Кремле, что им за это ничего не будет? Ну а зачем? Вы понимаете, если вот они были уверены в Кремле, да, в этом, зачем им было бы об этом вслух говорить и вслух писать? Подзуживать только Запад, подзуживать общественную западную, да, чтобы она давила на власти, говорила, и что же, вот они считают, что им ничего не будет, они же применят ядерное оружие, а западные власти будут вынуждены говорить. Нет, ничего подобного им будет, им прилетит, мы им там то, мы все, и так далее. Зачем ему это говорить? То есть с рациональной точки зрения ему эти планы выдавать никакого смысла бы не было, потому что выдача этих планов препятствует их реализации. Значит, есть два варианта. Или первый вариант. Медведев, он, как известно, не только алкоголик, но и, по всей вероятности, кокаинист. Дело в том, что его вот эти бредни, они очень похожи на именно бредни кокаинистов. Но то, что он бухается, это вполне сочетается, да, если вы, наверное, знаете тоже в жизни, да, кокаинистов, обычно они полируют кокаин алкоголем. Кокаин возбуждает, а алкоголь, наоборот, тормозит. И поэтому они вот под двойным кайфом часто ходят. Еще антидепрессанты жрут сейчас параллельно. Так вот, я думаю, что именно такая же ситуация с Дмитрием Анатольевичем. То есть у него такой коктейль в голове, что он просто не обменяем. Так что он просто выдает свои бредовые мысли. Это первый вариант. Второй вариант. Он не просто выдает свои бредовые мысли, а ему дали на это добро и даже его подзуживают. Для чего? Для того, что Путин использовал Медведева всегда в качестве некрасивой подружки. Я вам сейчас объясню принцип. И для внутреннего рынка прежде всего. То есть они же были там в тандеме, парочкой ходили, гусев-галярочкой. И нужно было, чтобы на фоне Путина, на фоне Медведева, Путин блистал. Ну, кому еще можно было найти, чтобы Путин блистал? Ну, значит, Медведев ниже его даже рост. Глупее его, потому что он нес ахинею всегда. Значит, он страшно косноязычен. Если он пытается шутить, у него всегда это выходит просто по-идиотски. И на этом фоне Путин как бы блистал. Теперь у них другая ситуация. Путин должен на фоне Медведева выглядеть чуть не миролюбцем для Запада, для мира. Чтобы мир говорил, да, вот в окружении Путина уже хотят бросаться эридным оружием, а кто их может остановить? Только сам Путин и так далее. Значит, надо с Путиным как-то договариваться. Потому что с Медведевым хуже будет еще. Придет грозный Мишка Медведов и, значит, нас закидает атомный бум. Конечно, все это дешевый расчет. И вообще все это абсолютно, знаете, дешевая игра такого, знаете, не шулера такого, который в Лас-Вегасе гастролирует и обыгрывает казино. А это игра, знаете, такого шулера, помятого алкоголика с сломанным носом и ребрами, которого уже не раз и не два били и топтали ногами в каком-нибудь поезде, да, в плацкартном вагоне. И он пытается развести других алкоголиков, которые едут, значит, шабашки, да, пытается их как-то вынуть из рукава какую-то колоду, карту дополнительную, но в результате его все время застукивают и опять бьют больно ногами. Вот это примерно их уровень, уровень их шулерства. Они пытаются таким образом блефовать, хотя пытаются запугать Запад, пытаются, значит, заставить его уступить. Это же Симоньян, тоже, как и Медведев, не отличающийся большим умом, она фактически выдала их планы, но она это очень смешно сказала, воспроизвести это невозможно там, но смысл такой, что если мы дадим заднюю, то есть отступим, они не отступят. А если мы не отступим, то есть шанс, что тогда они испугаются и отступят. Поэтому нам не надо отступать, а нам надо идти типа в лоб. К чему это может привести? Ну, это примерно такой пример, да, ты едет, значит, машина легковая навстречу, бульдозер едет. Надо сворачивать и уходить там влево, вправо. А водитель бульдозера психически больной, и он уверен, что он сейчас напугает, не бульдозера, сори, водителя легковой машины. И он уверен, что он сейчас напугает водителя бульдозера, и бульдозер испугается, и его отступит. Но водитель бульдозера никуда отступать не собирается. Что будет дальше? Дальше легковушка просто врежется в бульдозер, и все находящиеся в ней психи покончат свою жизнь вот в этот же момент самый. Так что они рискуют, они блефуют, но и они рискуют одновременно. И, к сожалению, эта легковушка, врезаясь в бульдозер, тоже может принести ущерб к бульдозеру и даже к жертвам каким-то привести. Им-то, конечно, карандеция, здесь никаких сомнений нет. Но они могут унести с собой в иной мир и невинных, что называется, людей. И чем дольше они будут заниматься этим шантажем, чем дольше у них будет возможности вести эту кровавую захватческую войну, тем больше будет жертв. Я надеюсь, что водители бульдозера будут жесткими и сметут их довольно скоро в лепешку, эту машину с безумцами. Ну, я вот только, знаете, вас как бы дополню. Мне кажется, что не каждому алкоголику в жизни везет пить в огромном особняке в центре Москвы, в доме Морозова. Поэтому я думаю, что все-таки один такой алкоголик, которому повезло, он точно есть. Да, то есть Дмитрий Анатольевич как раз такой алкоголик, можно сказать, с комфортом. Спасибо большое, Игорь, за это интервью. Игорь Эйдман, известный социолог из Германии, в прямом эфире был сегодня. Спасибо большое, Игорь. Редактор субтитров А.Семкин